Всем большой привет! Зовут меня Ольга и сегодня я хочу поделиться с вами своей посылкой сайта Ахерб, которая пришла ко мне буквально за две недели с помощью нового сервиса посылок BoxBerry. Недавно такой сервис был предложен сайтом Ахерб. Стоит это буквально на 2-3 доллара дороже, чем авиапочтой, стандартной авиапересылкой через почту, которая была ранее доступна. А также BoxBerry предлагает доставку до двери с помощью курьера. Стоит это еще буквально на 3 доллара дороже. В общем, цены все доступны и скорость посылки, как она ко мне пришла, мне очень понравилась. Итак, посылка была сделана в основном из косметических принадлежностей для ребенка органической косметики. Первое это шампунь. Беру я вот такой вот шампунь ребенку. Это уже третья бутылочка. У него абсолютно натуральный состав. Я вот сейчас приближу вам, попробую. То есть никаких СЛС, парабены. Ничего такого здесь нет. Здесь полностью натуральный состав. Хватает этой бутылочки достаточно надолго. Волосы после нее очень мягкие, шелковистые у ребенка. Этот шампунь не щиплет глазки. В общем, мне нравится. Беру третью бутылочку. Я довольна. И к нему в этот раз я взяла вот такой кондиционер. Для деток тоже. Так вот выглядит. Кондиционер еще не пробовала, но думаю, он будет не менее хорош, чем шампунь. Будем пользоваться. Далее я заказала также для ребенка два пакета. Один пакет вот с такими жевательными конфетами, жевательными мишками. В этой упаковке, сколько же здесь, в общем, здесь вот такие вот маленькие пакетики. Очень удобные. Там по 10 маленьких мишек с разными фруктовыми вкусами. И моей дочке очень понравились. И самое главное, что они натуральные, органические. И также я заказала вот такой вот большой, ну раз уж заказывать, то большой, большой пакет леденцов. Леденцы идут вот на таких палочках. Кстати, палочки здесь тоже сделаны из бумаги. Это бумажные палочки. И вот так вот выглядит леденец на палочке. Очень вкусные конфетки. Мы уже пробовали, нам понравилось. С разными вкусами. Персик. Что тут еще есть? В общем, вот здесь ассорти. В этом пакете я выбрала специально ассорти. Без сахара. В общем, здесь только фруктовый сок. Чем мне не понравились. Вот будем лопаем их, в общем. И также больше тоже для сна, для ребенка. Я заказала вот такую вот водичку. Водичка цветочная. Это с лавандой. Для спокойствия, для успокоения перед сном. Ей можно побрызгать подушки. Ей можно побрызгать одеяло, простыни. В общем, окутать перед сном ребенка и себя очень нежным, очень вкусным запахом лаванды. Запах действительно очень нежный, ненавязчивый. Не очень большой, конечно, флакончик. Не вижу, сколько здесь миллилитров. 60 миллилитров. Но если использовать экономно, то, в принципе, думаю, хватит надолго. И также взяла еще... Упаковочка немножко помялась. Взяла детскую зубную пасту. Так вот она выглядит. Коробочка от нее. Это детская зубная паста-гель со вкусом клубники и банана. С 6 месяцев до 3 лет. Эта паста безопасна при проглатывании. Она прозрачная полностью. То есть она не имеет никакого цвета. Вот она прозрачная. Она... У нее очень нежный вкус. Она вкусненькая, она сладенькая. И также в одном наборе шла вот такая вот насадка на палец для малышей. Они ее любят грызть для первой чистки. Очень удобная вещь. И как и чистить. И также просто, когда ребенок ее грызет, у меня очень любят ее грызть. Далее пойдут косметические продукты. Начну я, пожалуй, с того, что ждала больше всего. Это разные-разные кисточки. Я взяла себе в очередной раз. Начну я, пожалуй, с самой долгожданной. И больше всего она мне понравилась. Давно я ее хотела, мечтала и наконец-то приобрела. Это вот такая вот большая кисточка от Real Techniques для пудры. Такая вот она большая. Шла она вот в такой вот упаковке. Ну, стандартная упаковка Real Techniques. Очень она мне понравилась. Просто потрясающе. Во-первых, она достаточно большая. Вот вы можете сравнить с моим лицом. То есть ей очень легко наносить пудру, можно сказать, одним взмахом кисточки. Она очень мягкая. Она наносит тонкой вуалю пудру, не создавая никаких акцентов и пятен. Даже если вы наносите ее на тональный крем. То есть закрепляете пудрой тональный крем. Она все равно это делает очень деликатно, очень хорошо и нежно. Кисточка выполнена очень качественно, как в принципе и все кисточки Real Techniques. За свою стоимость стоила она где-то 10 долларов. Около 10 долларов. Кисточка просто великолепная. Я думаю, она у меня станет маст хэвом. Единственное, вот она такая большая, не очень удобная в транспортировке. В маленькую сумочку-косметичку вряд ли войдет. Но вообще кисть замечательная. Далее более такой дорожно-походный вариант. Не было у меня кисточки, которую можно носить с собой в сумке. Кинул и пошел. И поправлять макияж, наносить пудру. Потому что, ну, люблю я наносить пудру кисточками, а не спонжиками все-таки. Я взяла кисточку в футляре от Eco Tools. Так вот она выглядит. Коричневый футляр. Так, здесь у нас выбито. Футляр открывается, затем опускается. Вот у нас появилась кисточка. Такой вот у нее ворс. Ворс у кистей Eco Tools Synthetica. Также очень мягкая кисточка. Я уже пробовала ей и пудру наносить, и наносить румяна, и бронзер, и хайлайтер. В общем, все, эта кисточка наносит великолепно. Можно, подгоняя ее размер и плотность, вот, поднимая, либо опуская, вот, этот вот, как это назвать-то, я даже не знаю. В общем, вот этот футляр поднимая, опуская. Можно уменьшать размер, площадь самой кисточки, наносить, например, хайлайтер, и потом, вытащив кисточку всю, растушевывать. В общем, великолепный дорожный вариант. Мне, я очень довольна, мне очень понравилось. Эта кисточка. Далее, из больших кисточек. Заказала я себе на пробу кисточку от ELF. Косметика ELF не так давно представлена на сайте Ахерб, и она очень бюджетного варианта там. То есть, кисточки, больше, большинство продуктов стоит, там, 2, 3, 4, 5 долларов. Кисточка данная, эта стоила 3 доллара. Кисточкой я, эта кисточка еще не пользовалась. Она также мягкая, она не колет кожу, синтетическая. Как будет наносить пудру, я не знаю. Вообще, на самом деле, я взяла ее для того, чтобы попробовать наносить ей жидкие тональные основы. Потому что у кого-то в видео я видела именно эту кисточку для жидких тональных основ. Поэтому, вот для этого я буду ее использовать. Кисточка, вроде бы, подстрижена ровно. Единственное, тут парочка, буквально парочку торчащих волосков, которые можно легко подрезать. В принципе, за 3 доллара отличная кисточка, хорошего качества. Далее, кисточки уже пойдут для глаз. Взяла такой, также, Эко Тулз наборчик. Две двойные кисточки. Так, не могу сориентироваться на камеру. Вот так выглядят кисточки. То есть, они, с одной стороны, вот такого плана, растушевочная и скошенная для подводки, либо для бровей, а с другой стороны, вот такого плана. То есть, одна большая для нанесения основных теней, другая маленькая, также для нанесения теней, но, там, для выделения каких-то участков. Кисточки также отличного качества. Мягкие, пушистые. Ими я еще не всеми успела сторонами попользоваться. Пользовалась только, наносила подводку. Кисточкой скошенной. И, вот этой маленькой, наносила тени в уголки глаз. Скошенная кисточка в меру упругая. Я не скажу, что она сильно упругая, но не скажу, что она мягкая. Я думаю, хорошая кисточка. Она также тоненькая, делает тоненькую линию. Нет у меня гелевой подводки, чтобы протестировать ее на гелевой подводке. Но я думаю, что и с гелевой подводкой эта кисточка тоже справится. Но утверждать не могу. Шли они вот в таком вот чехольчике. Очень красивый тканевый чехол. Очень красиво все было упаковано. И в подарок не стыдно такое взять. И за качество кисточек с сайта Herb я уже неоднократно подтверждала свое мнение, что там классные кисточки, намного лучше, чем на тех же сайтах Алиэкспресс, либо Байн Коинс. И последняя кисточка, которую я взяла, это была кисточка также от Эльф. Также скошенная кисть. Черная. Тонкая скошенная кисть для бровей, для подводки. Все эти кисточки очень доступны по стоимости. Вот про эту... Это, по-моему, стоит тоже 3 доллара. Что-то вот в этом диапазоне цен. Ее я еще не пробовала. Но она поуже размером. Вот если их так сравнивать две. Видно, что вот эта черная, она уже. Коричневая она шире. По длине. Также коричневая. В общем, коричневая она поболее будет, просто погабаритнее. Черненькая потоньше. И поменьше. Ее я еще не пробовала. Ворс у нее мягче, чем у коричневой кисточки. Но буду тестировать, буду смотреть, буду пробовать. Шла она вот в таком вот конвертике от Эльф. Но также не могла я пройти мимо косметики Эльф в принципе. И взяла я себе 3 продукта. 4 продукта косметических. А это... Это пудра в цвете Сант. Вот так вот она выглядит. Черный лаконичный дизайн. С таким окошечком. Мне чем-то напоминает эта пудра и дизайн МАК. Вот такие продукты. Просто очень лаконичный дизайн. Внутри у нее зеркало. Вот с этой стороны. А здесь сама пудра. Как видите, за 2 дня использования, вот здесь был выбит рисунок Эльф, надпись. Она уже практически наполовину стерлась. Я не скажу, что это, потому что это пудра пылит. Возможно, это такие кисточки. И внутри, еще ниже отделение есть, там вот такая пуховка. Пуховка. Пуховочкой я не пользуюсь. Она такая тканевая пуховка. А я не знаю даже, как ей наносить и что она будет делать. Потому что я пользуюсь кисточками. Итак, сама пудра вот так вот выглядит. Несмотря на то, что она окажется достаточно плотной, она наносится очень тонким слоем. И на лице, если вы ее одну, эту пудру наносите, я не думаю, что она справится с какими-то недостатками серьезными. Она сгладит тон лица. Она скроет мелкие недостатки. Она заматирует кожу. Она матирует, да. Но вот если что-то серьезное, она это уже не перекроет. У нее очень мягкий, нежный помол. Такая она шелковистая пудра. В общем, пока первое мое впечатление. В принципе, она мне нравится. Тем более, стоила она опять-таки 3 доллара. Буду дальше ее тестировать. Посмотрим, как она будет себя вести летом в жару. Ну, хотя летом в жару мне, в принципе, ничего не держится на моем лице. Пока нареканий и минусов в ней я не нашла. Цвет подойдет светлокожим. Она достаточно светлая. Но так как я еще не успела загореть, из-за отсутствия у нас лета, в принципе, как такового, она мне сейчас подходит. И взяла я, давно не брала себе никаких сверкалок, хайлайтеров и всего остального. Взяла я себе от Эльф. Готто Глоу называется. Но это идет румяна. В косметике Эльф. Это румяна. Так же вот выглядит. Я не знаю, приближу, попробую вам. Как называется. Вот так вот называется. Так же мы открываем внутри маленькое зеркало и сам продукт. Продукт представляет собой светлое, с золотистым отливом. Когда при нанесении на кожу, это золотистый отлив дает. Но я не знаю, если честно, как использовать данное средство как румяна. Вот можно видеть. Вот сюда я нанесла. Вот оно. Это самый натуральный хайлайтер. На самом деле дает очень нежное, очень красивое свечение, которое можно использовать и днем. В дневное время не обязательно ждать торжественного выхода куда-то в свет, чтобы нанести данный хайлайтер. Он также очень нежный у него помол. Мягкий и шелковистый. Очень классный. Стоил также 3 доллара. В общем, там цены одни. 3 доллара. Я считаю, прекрасная вещь. Там еще было очень достаточно большое количество цветов румян. Но я уже себя немножко сдержала. Потому что румян у меня достаточно много. Также надо ими пользоваться. А вот хайлайтера у меня давно не было такого хорошего. Довольна я этой покупкой. Также третья вещь от Эльф, которая также стоит 3 доллара и имела просто потрясающую кучу отзывов. Это тушь для ресниц, минеральная тушь для ресниц в черном цвете. Вот так вот, если вам что-то будет видно. Вот в такой вот тюбе она идет. В такой коробочке. И вот там внутри стоит сама тушь. Хоть у меня открытых тушей много, но не могла я дождаться ее и не открыть. У нее такой достаточно матовый корпус. Очень стильно и красиво. Так вот она называется. У нее силиконовая кисточка. Достаточно тяжело она вытаскивается. Хороший там стоит ограничитель. Но, наверное, вот в этом ограничителе также кроется некая беда. Что могу сказать о туши? Сегодня я и воспользовалась, но пришлось мне ее нанести, чтобы добиться того эффекта, который я хотела, пришлось мне ее нанести в 3 слоя. Потому что в первый слой я, если честно, не совсем поняла, почему такие на нее восторженные отзывы на сайте. Этой туши не надо подсыхать, как многим тушам. Знаете, вы когда открываете новую тушь, ее вот слишком много, и она с ресницами ничего не делает. Так вот, эта тушь с ресницами особо ничего не делает, но ей не надо подсыхать. Она как бы есть. Просто там также стоит хороший ограничитель. Щеточка достаточно сложна и туго вытаскивается. И я думаю, за счет этого на кисточке небольшое количество продукта остается. И прокрашивать приходится 2-3 слоя, чтобы добиться эффекта. Сегодня она у меня на глазах. Не знаю, что вам видно, не видно. В общем, пока я ее не поняла. Советовать либо отговаривать пока я тоже не могу. Наверное, больше скажу свое мнение ближе к пустым баночкам, либо к каким-то фаворитам, либо к разочарованиям. Потому что пока не готова ответить, сколько она будет со мной дружить, там, месяц, два месяца. Сколько она будет действенная. В общем, будем пользоваться. И последний продукт от Эльф. Также по многочисленным восторженным отзывам я взяла минеральный праймер для лица под макияж. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас 14 всего грамм. Шла она вот в такой вот коробочке. Здесь у нас идет все полностью описание, состав ингредиентов. И, конечно, здесь у нас силиконовые штуки, силиконы, но как и все такие праймеры подобные. Выглядит это дело все вот так. Это белая, точнее, это прозрачная, кремообразная, такая гелеобразная вещь. И при нанесении на кожу вам кажется, что это вот жирная, но на самом деле это силиконы. Вы наносите, это призвано заполнять ваши поры, сглаживать лицо. Никакого цвета она не дает. Она просто подготавливает лицо для нанесения дальнейшего тона. Не пользовалась еще этой вещью. Планирую начать. Самое главное, чтобы она не забивала поры и не жирнило лицо. Вот я жду именно вот это. Чтобы она сглаживала, чтобы она заполняла поры, но не забивала. Чтобы можно было ее легко оттуда из пор вычистить. И еще одна вещь такая косметическая, не косметическая. Это такой вот камушек для пяточек я заказала. Еще не открывала, вот он в упаковке. Ну, типа а-ля пемза. Все мы знаем, что с этим делать в ванной и с пятками. Остались еще у меня еще парочка съедобных продуктов, которые забыла вначале показать. Это две пасты шоколадные, две пасты арахисовые с семенами льна. И вот это я вообще не поняла, что это такое. Это не паста, не арахисовая. Это что-то шоколадно-кокосовый какой-то крем. Вот это вот кокосовое масло и что-то шоколадно-непонятное. И пока я попробовала, мне это показалось просто сильно жирным. Я не знаю, что с ним делать. Есть это просто так ложками или на хлеб мазать невозможно. Возможно, я буду добавлять это в какую-то выпечку, во что-то такое. Вот эта же паста. Стандартная арахисовая паста. Вон там я уже ее немножко поела. С крупными арахисовыми кусочками. То есть здесь не молотая, не однородная масса, а есть крупные арахисовые орешки. Вот. Это классический вкус арахисовой пасты. Она не сладкая, она соленоватая. Она вкусная. Пахнет арахисом. Вот. Это были все мои покупки с сайта iHerb. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Вы что-то взяли на заметку. Возможно, что-то закажете. Всем пока. Увидимся скоро в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok